Дневники лучшего шоу Дневники лучшего шоу Подготовка более 70 номеров, а это подбор репертуара, образа и, что немаловажно, правильной подачи номера – его главная задача на данном этапе шоу. Во время зрительского голосования слаженная работа участника и режиссера может стать решающей для наших будущих звезд. Мы звезды этого проекта и мы надеемся, что каждый из вас сможет сделать все, что он запланировал. И мы для этого постараемся максимально сделать все возможное. Давайте начнем уже и будем получать от этого удовольствие. Съемки шоу – это всегда долгие часы ожидания. Репетиции, запись интервью, обсуждение образов и многое другое. Порой участники ждут своего выхода на сцену целый день. Но для тех, кто действительно хочет стать артистом, это не преграда. Очень радует, что наши участники подходят к данному этапу очень серьезно, видна очень большая подготовка. Я думаю, что с таким успехом получится сделать отличное шоу. Если сравнивать с отборочным туром, то изменения колоссальные. Потому что на отборочный тур они пришли уже своими образами, со своими костюмами. Но вот на полуфинал у нас стояла задача того, чтобы их преобразить, делать из них артистов, звезд сцены. Поэтому, да, много-много моментов было, которых мы меняли специально под номер артиста. Участник из Кыргызстана Камир на этапе прослушиваний выступил в образе Батыра. К полуфиналу он кардинально сменил свой образ и репертуар. На этом этапе перед вокалистом стоит задача удивить зрителей и показать всю широту своего диапазона. Это Андрея Бачелли, это Селин Дион, а все вместе будет веб-рейк, то есть молитва. Будем петь песню на английском и на итальянском языке, но в то же время буду переключаться с мужского на женский, женский на мужской. Адман, если участник готов? Адман, если участник готов? Когда я начал, резко перешел на низа, на Андрея Бачелли, тут соскакивает наш генеральный продюсер Серик Акиша, и после него соскакивает прям весь зал, аплодирует стоя, держит голову. Я подумал, так запланированно или действительно я могу впечатлить зрителей. Несмотря на то, что зрителям выступление Камира понравилось, сам исполнитель к себе был строг. К большому сожалению, мне не удалось показать весь свой потенциал голоса, свой диапазон, но в следующем туре я сделал еще интереснее. Пройдет Камир в следующий тур или нет, решать вам, дорогие зрители. Голосуйте за меня, ведь каждый ваш голос очень важен. Скромный парень из Кыргызстана Эржан Нурбек Уулу пробовал себя в разных сферах. Он был торговым представителем, поваром, фотографом. Сегодня его цель – сцена. И возвращение Нурлана Абдулина в шоу заставило парня волноваться сильнее. Какое настроение? Круто. Есть страх? Само собой, большая цель на первый раз нужна есть, да? Буквально чуть-чуть осталось. Ты уже выступал перед этим, я видел? Это новый вид, по кешке, это так же страх есть, но я новая модель. Я просто, да. Увидел пару роликов, он более строгий, я могу сказать. Строже, точно. А как ты думаешь, что ты сейчас уже делаешь, чтобы ты прям был со столбцем? Убрать страх? Как-то подготовиться к этому. Беги, прошу, оглянуться нельзя. Вернуть назад слова, что срывается сгук. В чем-то мне боль внутри разрывает меня. На сотни осколков гад Отпусти, если только полететь Мы так поверили во все это А тут пауки Ты же говоришь, беги А ты типа, ну ладно Раступление не очень, не как хотел Волнения были небольшие Я думаю, вот это все помешало Ну, посмотрим, что будет дальше Я, конечно же, ожидаю какие-то сюрпризы Не скажу, что, наверное, все будут ярко выступать Но что-то, наверное, из всего этого должно так Будет ярко представлено Надеемся, что ждем, короче, с нетерпением И, конечно, жмем кулачки Пусть у них все получится Заслуженный деятель Казахстана Нурлан Абдулин Запомнился зрителям с первого сезона Как строгий, но справедливый член жюри Во втором сезоне шоу он присоединился в полуфинале проекта Конечно, я скучал по проекту, по ребятам Вообще, по этой энергетике Шоу «Central Asia's Got Talent» Это большая, трудоемкая работа команды Которая на время съемочного процесса Становится большой и дружной семьей И возвращение в эту семью для Нурлана Абдулина Было в радость Была такая приятная усталость Но в то же время какая-то грусть такая Что уже все закончилось Поэтому, конечно, с нетерпением ждал этого сезона И рад, что я здесь Прежде всего, конечно, гордую, что это наша страна В Центральной Азии ведет такой проект В Терековой Акишине Всей команде Спасибо огромное Конечно, это не очень простой такой проект Потому что столько стран задействовано во всем мире Поэтому я могу просто... Я горжусь этим, что это сделано в Казахстане Ну что ж, ребята, удачи! Удача понадобится всем участникам Особенно тем, у кого на сцене происходит настоящее перевоплощение К примеру, как у Рёйи Дадашевой из Азербайджана У неё потому что несколько образов в одном номере меняется По атмосфере самого выступления у неё образы меняется Сегодняшний мой образ состоит из двух персонажей Первый – это в роли мужчины Я Джек Я в костюме, у меня шляпа и всё такое И потом, неожиданно, я снимаю эту шляпу Я переодеваюсь буквально в образ девушки И пою песню Мэрлен Монро Я хочу быть любимым Да, и поэтому сегодняшняя моя прическа, мой мейкап Конкретно подчёркивает мой сегодняшний образ Ну, если в целом говорить, то всё получилось отлично Многим даже участникам нравилось вот это Ощущать себя звёздами на сцене Тем более, я думаю, что они ощутили себя максимально звёздами Поэтому мы, думаю, что справились с всеми поставленными задачами На все 100% Я показала фотку, что я бы хотела, чтобы было в таком плане И точь-в-точь, может быть, даже лучше У меня сделали и мейкап, и прическу Что действительно подчёркивают те времена 60-е, 20-е 20-й век, короче Несмотря на то, что каждая деталь в номере продумана и отточена до мелочей От волнения никуда не деться Волнение есть в какой-то степени, я думаю, что это естественно Но я уверена в себе, и мне главное Оправдать свои ожидания на счёт себя В этом номере очень много нюансов, которые нужно проявить Это танцы, это голос, это мимика, это актёрство И если это всё совместить, то всё будет супер И главное, не упустить ни малейшую деталь Я думаю, что получится Вон я, вон я, вон я, вон я, вон еду Вон я, вон я, вон я не только Два образа совместить в одном номере – это не так уж легко. И я все пыталась так. Что же она задумала, что же она задумала? Вы, во-первых, смогли показать нереально красивое шоу. Во-вторых, показать свои вокальные данные, свои хореографические данные. Но плюс еще и заставить нас вернуться в некое прекрасное прошлое. И вам это удалось? Поможет ли выбранный образ, репертуар и безусловная харизма участнице из Азербайджана завоевать вашу любовь? И какой будет итог голосования – узнаем через неделю. Полуфиналистка из Таджикистана Нилуфар Азизова приехала на проект со своей группой поддержки. Мама Гульбахора Азизова всегда готова подставить свое плечо и поддержать в нужный момент. Приготовились к записи. Вы тут уже стоите. У вас еще будут танцоры. Внимание, команда. Вы уже стоите в позе своей, в какой вы должны. Я верю в то, что зрители за меня проголосуют, так как, наверное, я постараюсь доказать им, что во мне есть этот огонек, который должен будет зажечь в их сердцах. То желание за меня проголосовать, и именно это желание даст мне силу продвигаться дальше. Волнение есть, как у каждого артиста. Но с первой нотой, когда ты начинаешь вступать, оно уже переходит более в такой кайф, когда ты просто получаешь удовольствие от, как бы, такого общения со зрителями. Голосуйте за меня, так как именно ваш голос будет придавать мне силы, и именно с каждым голосом я буду становиться сильнее. Самые талантливые и крутые люди живут в Центральной Азии. И группа Куки тому подтверждение. Долгое время ребята не могли найти своего зрителя. Занятия музыкой были для них побегом от ежедневной рутины. Учитель, инженер ПТО, IT-специалист, автомеханик, бухгалтер. Состав серьезный. Упорство и вера в свою мечту сделали свое дело. Звездный час все-таки настал. Перед полуфиналом шоу у ребят произошло много важных событий. Недавно наша группа Куки дала концерт в городе Самарканд в театре имени Антона Павлович Чехова. Было много народу, был просто слэм, прыжки, народ просто был в восторге. И на этом концерте я сделал своей девушке предложение. Мы с полной времени планируем пожениться. Удастся ли рок-бенду убедить вас в своем мастерстве? И сможет ли команда продолжить свой путь на шоу решать только вам? В окне просто я хочу тебя, просто прости меня, просто иди ко мне и просто скорей в окне. Сложнее настраивать именно группу в том плане, что нужно каждого настраивать по отдельности, а ударники это вообще долгая история. Ну то есть в целом, да, сталкивались с очень большими трудностями, но пришлось как-то выкручиваться и вот все сделали как надо. Как бы там ни было, мы выложились на 100%. Следующие полуфиналисты – дуэт «Топ Жарган». Артисты цирка «Абай» и «Аделет» выступают вместе на протяжении 7 лет и за это время стали как родные братья. Покорив не одну площадку, как в своей стране, так и за ее пределами, ребята пришли на шоу с амбициозными планами. В волнении дуэта Топ-Жарган вполне оправданно. В своих выступлениях парни показывают опасные трюки и рискуют жизнью. Во время репетиции произошло неудачное падение, которое повлекло за собой травму. Я кишкину аймдаптур маягым, бір минискым. Разрыв миниска, кешеге. Кешеге дайындалдық, со дайындықты үстінде. Хартып алды. Дұрсы мес келіп айам. Не болса да, онырты көрсетемізге. Тауэкер. Тауэкер деп шықпара жатырмыз. Суанна түсініп, бізге қалдау беріңіздер. Қазафшерім, бізге қасыпырынды. Қазар елі қанаменіへ түсізге әлдердегілер. Бізге қарба үзі қоргосаңызарым, ламқырасаңызар. Бізге қасыпырындық үзіздерге, жарсы өөнерDі жалист ұрысаңызнымыз. Сонымы жүсі %азі степ шуығамсыз. Быть полуфиналистым — это уникальный опыт. Для Акмаля это действительно уникальный опыт. Парень – преданный поклонник творчества Эда Широна и Джастина Бибера. Исполнив песни своих кумиров на кастинге и в полуфинале, Акмаль надеется перебороть свой страх перед выступлением и оправдать надежды родных. Чтобы побороть свой страх, я пытаюсь представить, что я уже какая-то звезда, и это уже мой концерт. Так и я пытаюсь перебороть страх. Меня дома поддерживают мама, бабушка, дядя, тетя, сестра, брат и друзья. Я бы хотел передать своим близким, родным, друзьям то, что я вас очень люблю. Я полуфиналист, и, конечно, я рад этому, потому что здесь очень много сильных конкурентов, разных вокалистов, фокусников, да, много талантов. Поэтому быть среди них – это для меня честь. Квартет «Тенгри» готовится к своему выходу. Мы немного волнуемся. А сейчас мы выходим на сцену, и мы очень волнуемся. Ну, приедут мы и кушаем. Интересный шок. Как отмечают музыканты, отношения в коллективе не всегда радушные, и порой доходят до точки кипения. Но у ребят есть простой способ снизить градус накала. Мы идем на кухню кушать. Мы идем кушать, пить чай и расслабляемся. И разговариваем абсолютно на посторонние темы, потому что в первую очередь, опять-таки, мы не коллеги, а друзья. Вот, поэтому все у нас в этом плане. Да, мне кажется, секрет наших дружеских отношений, да, именно в коллективе состоит в том, что мы в первую очередь все друзья. Поэтому нам комфортно друг с другом. Это был дневник. Самого лучшего шоу, которое объединяет разные таланты. Голосуйте за нас. Мы этого достойны. Они действительно достойны вашего внимания. Это был дневник второго полуфинала шоу «Центральная Азия ищет таланты». Мы показали вам самое интересное из закулисной жизни проекта за эту неделю. Смотрите все выступления участников на площадке iTunes, а также в эфирах рейтинговых телеканалов всех стран-участниц. Это НТК и Туркестан ТВ в Казахстане, телеканал «Сафина» в Таджикистане, КТРК и КТРК «Музыка» в Кыргызстане, телеканал «Селимли» в Узбекистане и «Хазар ТВ» в Азербайджане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова